Дорогие братья и сёстры, очень замечательная детская история. Только вы знаете, у меня один вопрос. Кому же туда верить, если глазам нельзя доверять? Смотришь, окна золотые, подходишь ближе, они обычные. Мы живём очень непростое время, и мы все ждём окончания войны, правда? И мы смотрим новости каждый день, а они иногда бывают противоречивые. Кому верить? Говорят, что даже несмотря на военные действия, в нашей стране возможны в следующем году выборы. И когда начинается предвыборная кампания, наш город всегда бывает заполнен разной рекламой. И каждый кандидат предлагает самое лучшее. Вопрос, кому верить? И кому нельзя верить, да? И вот сегодня, знаете, хотел бы как раз вместе с вами об этом немножечко поговорить. Многие дают хорошие советы, правильные советы. Сегодня, вы знаете, вот если кому-то не хватает времени, мы готовы ему рассказать, как правильно распределиться временем, правда? Ну скажите, у вас самих хватает времени? Но мы знаем, как время распределить. Если не хватает денег, мы расскажем, как это сделать, чтобы сэкономить. Но у вас самих хватает денег. И вы знаете, в контексте многих вопросов, как вопрос, а вот как решать вопросы духовной жизни? Кому пойти за советом? Когда заходишь даже в этом вопросе на странице интернета или на YouTube, очень много людей, желающих нам рассказать, как правильно. Кому верить? И вы знаете, вот в контексте этого я хотел бы вместе с вами еще раз вспомнить одну библейскую историю, которую в течение, ну, наверное, месяцев четырех мы вспоминаем в третий раз. Очень интересная библейская история, которая отвечает на многие вопросы нашей жизни. Почему? Потому что с трех разных позиций мы с вами посмотрим на эту библейскую историю. Можете вспомнить, какую историю библейскую мы уже дважды, вот за четыре месяца вспоминали? Ну, я только помню раз. Вот. И с этого места объявил в течение четырех месяцев. Может, я ошибаюсь? Да, было сказано только раз. А какую историю уже дважды мы слушали? Про Иософата. Дважды уже двое братьев с разной позиции смотрели на историю Иософата, историю, когда он обращается к Богу с особой просьбой. И вот сегодня я снова хочу посмотреть на эту историю только еще с одной стороны, с третьей стороны. И вместе с вами хочу вернуться к этой истории и прочесть ее. Она записана во второй книге про Липоменон, 20 глава, и с первого текста. «После сего Моавитяне и Манитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войной на Иософата. И пришли и донесли Иософату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И вот они в Хацацон-Фамаре», то есть в Ингеге. Вот здесь я хочу немножко остановить ваше внимание. Первый текст 20 главы нам начинается с каких слов? «После сего? После чего сего? После этого? После чего этого?» Что произошло до этого? Дело в том, что мы немножечко давайте вспомним о царе Иософате. Как бы вы его назвали? Каким бы вы словом охарактеризовали царя Иософата? Богобоязненный. Хорошо. А еще вот каким бы словом вы его охарактеризовали? Правильный царь. Царь-реформатор, который проводит вопрос духовной реформы в народе. Хотя, вообще-то, кто должен за это переживать был бы? Священники. Но ввиду выбора Израиля царь уже обладает большим влиянием, чем священники. И во многих вопросах духовная жизнь народа зависела от царя. И царь Иософат проводит духовную реформу. Возвращается к поклонению, которое было определено Богом, которое было записано. И самое интересное, не только эту реформу проводит царь Иософат, но еще он проводит ту реформу, которую нам бы, наверное, хотелось вскоре увидеть. Он проводит реформу в судебном производстве. Давайте мы прочитаем 19 главу книги 2 про Липоменон. С 5 по 7 текст. Кто может, пожалуйста, прочтите. 19 глава, с 5 по 7 текст. Да, очень интересный разговор. Он говорит, что Бог будет находиться рядом с вами всякий раз, когда вы будете выносить приговор. Да не покинет вас благоговение перед Господом. Судите по совести, ибо Господь Бог наш не терпит ни несправедливости, лицемерия и еще интересное слово мздоимство. Что это такое? Взаточнство. Как мы сегодня называем это слово другим словом? Коррупция. Бог не терпит коррупции. То есть вот такую реформу проводит царь Иосафат. Духовное возрождение, возрождение судебной системы, чтобы права незащищенных слоев населения были защищены. И вот все это он произвел, все вроде бы уже налажено, и после этого что начинается? Мир и благодать. Война. Кто приходит с войной к Иосафату? Моавитяне, Аманитяне, некоторые жители Гарисиир. Кто такие Моавитяне и Аманитяне? Напомните, пожалуйста. Сыны Лот – это родственники. И родственники приходят воевать с родственниками. Но смотрите, как только появляется трудный вопрос, что делает Иосафат? Давайте мы читаем дальше эту 20 главу. С третьего текста и далее. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа из всех городов Иудяных. Пришли они что делать? Умолять Господа». Очень интересная мысль. Смотрите, он проводит духовную реформу, и после этого война, и как легко собрать народ? Очень легко. Все собираются. Если бы не было духовной реформы, как было бы собрать народ на эту молитву? Легко ли было это сделать? Очень сложно. Но народ собирается вместе, чтобы просить и умолять Господа о защите. И стал Иосафат в собрании Иудея в Иерусалиме в доме Господнем перед новым двором. И сказал, Господи Боже, отцов наших, не ты ли Бог на земле, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя? Скажите, какую истину сейчас здесь проговорил Иосафат? Мы часто любим повторять эту же истину, только другими словами. Судья, а еще, какую истину проговорила Иосафат? Да, вот все, что происходит на земле, все под твоим контролем, под твоим руководством, и я в это верю. И верю, что ты знаешь эту ситуацию, которая сейчас возле нас складывается. И дальше он, не ты ли Боже наш изгнал жителей земли сей перед лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама? А дальше интересное выражение. Авраам кто Богу? Друга твоего. А откуда Иосафат знает, что Авраам был другом Божиим? Сколько времени прошло от Авраама до Иосафата? Ну, точно даже не скажем, но достаточно большое количество времени. Писание знал, и там было записано, что Авраам был другом Божиим. Ну, мы не знаем откуда, но тем не менее, Иосафат знает о том, что Авраам был другом Божиим. И они поселились на земле на этой, и построили тебе на ней святилище во имя Твое, говоря. Если придет у нас бедствие Твое, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом Сим, и перед лицом Твоим, ибо имя Твое в доме Сем, и возовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. А что теперь делает Иосафат? А что то же самое? Ну, вот он взывает, да, вот сейчас вот этот момент, когда собрался весь народ, Иосафат обращается к Господу, и мы говорим. Первое, он говорит, Боже, я знаю, что все под Твоим контролем. Второе, Господи, я помню, что эту землю Ты обещал кому? Твоему, другу Твоему, а нам, как уже Его потомкам. Он обещал эту землю. И вот на этой земле, которую Ты дал нам, мы построили тебе что? Дом. И дальше он что-то проговаривает. Что он проговаривает? Вот что он в этот момент проговаривает? Нечто как хорошо. А еще что он проговаривает? Обетование. А откуда взят это обетование? Соломон. А Соломон откуда берет это обетование? Да, это книга о второзаконии. Моисей. То есть, вот что нам говорит вот этот факт об Иосафате? Он не только, конечно, он знал это. Он знал историю. Он знал эти обетования. И вот теперь он не только знает, но что еще делает? Он верит, что Бог исполнит свое обетование. И говорит, вот ты сказал, что когда нам будет трудно и придут враги, ты что сделаешь? Ты спасешь. И вот тот момент, когда мы нуждаемся в твоей помощи. И ныне вот амантяне и мавитяне, обитатели горы Сеира, через земли, которых ты не позволил пройти из альтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. И вот снова что делает Иосафат? Говорит, Боже, ты помнишь, мы же тебя послушали. И этим родственникам мы, что, когда шли в землю, мы даже по земле их не пошли, потому что они нам не разрешили. И ты сказал, обойдите. Нет причины у них воевать с нами. А вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества этого великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. Это молитва Иосафат. Как вы думаете, сколько людей и какой возраст пришел помолиться? Все. Вот самое интересное дальше мы прочитаем. И все иудеи стояли перед лицом Господним. И дальше еще кто написано? И малые дети их, и жены их, и сыновья их. Но понятно, когда взрослые находятся. А насколько легко было детям слушать эту молитву и терпеть, пока там дядя помолится. Но что делают малые дети? Они находятся вместе с родителями. Дорогие, сегодня есть такая мысль, что детям трудно высидеть. Я скажу личный опыт, который видел. Когда во время проповеди дети не с родителями, приходит время, и их вообще уже с родителями здесь нет. В этой ситуации даже малые дети находятся с кем? С родителями во время этой молитвы. И вот самое интересное дальше. Тогда она изъяла сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеела, и сына Аматфании, левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. Кто молится, кто Бога спрашивает? Царь, а кому Бог отвечает? Отвечает левиту. Очень интересно, почему Бог не говорит напрямую и Асафату, а отвечает левиту? Ну, царь же молится, ему нужно отвечать. Дорогие, Бог показывает очень важную истину. Даже если ты царь, то я буду отвечать через тех, кто избранный на это служение. И сказал он, «Слушайте, все иудеи, жители Иерусалима и царь Асафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них, вот они сходят на возвышенностиц, и вы найдете их на конце долины, перед пустынею Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз, встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И обиделся Иоасафат и сказал, «Боже, почему же ты мне не сказал? А что написано? Что делает Иоасафат? И преклонился Иоасафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима Иерусалима пали перед Господом, чтобы что сделать? Поклониться Господу». Знаете, мне нравится вот здесь Иоасафат. Дальше будут проблемы, но вот здесь еще все в порядке. Даже если не ему отвечает Господь, он воспринимает ответ от Господа, и что делает? Благодарит Бога в поклонении. И мы читаем девятнадцатый текст. «И встали левитые сынов Каафовых и сынов Кореевых хвалить Бога Израилева голосом весьма громким». Скажите, а что произошло? Амантяне и Моавитяне уже ушли? Они вот сейчас уже здесь, чтобы осуществить задуманное. Уже освобождены они, израильчане, от угрозы нападения? Не освобождены. А что они делают? Так ничего не произошло еще. За что благодарить? Да хорошо, Бог-то ответил. Но что изменилось? Вопрос времени. Скажите, а если бы они не поверили Господу, решался бы этот вопрос времени? Они поверили. Дорогие, вот иногда в нашей жизни мы тоже, наверное, нам нужно пройти через опыт. Когда мы молимся, вроде бы понимаем, что Бог что-то говорит, но еще ничего не изменилось. Но вот вопрос доверия Богу и благодарения он решает многие вопросы нашей духовной жизни. И дальше мы читаем. «И встали они рано утром, и нет уже войска, правда? И выступили, потому что войско на месте. И выступили к пустыне Фикойской, и когда они выступили, и стал Иосифат, и сказал жителям Иерусалима». И дальше очень важные слова, которые, возможно, будут девизом чьей-то жизни. «Верьте кому? Господу Богу вашему, и будьте тверды». Вот почему такое сочетание, говорит Иосифат, «Верьте Господу, и будьте тверды». В чем нужно быть твердым? Да, пожалуйста. Еще не видят исполнения. Нужно быть твердым, чтобы оно исполнится. Хорошо. Потому что, когда вот стоим вот на этом рубеже, может кто-то поделиться и сказать, «А ты что, правда в это веришь? И ты думаешь, так будет?» По этой причине Иосифат говорит, «Верьте Господу, и будьте тверды». И дальше очень интересное выражение «Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Очень интересное сочетание, а почему кроме Бога еще нужно верить пророкам? Ну вот хорошо, когда Бог прямо говорит. А зачем еще пророкам верить? Так. А скажите, кого из пророков очень любили израильтяне в Ветхом Завете? Вот слушали и слушали. Вот интересная ситуация, что пророкам верить нужно, но когда действительно Бог посылает пророка отдать человеку, который находится в состоянии греха, что получается? Вот какое его отношение к пророку? Очень трудно поверить этому пророку. Поэтому Иосифат говорит две важные вещи. Будьте тверды, доверяйте или верьте Господу, и будьте тверды, верьте пророкам, и будет вам успех. Мы с вами коснулись времени Иосифата. Но вы скажете, ну, возможно, к Ветхому Завету, ко времени Ветхого Завета это относится правильно, потому что Бог много пророков посылал. А скажите, в Новом Завете служение пророков, оно актуально, или, может быть, оно уже потеряло свое значение? Потому что есть апостолы, есть Библия. Было ли актуальным служение пророков в Новом Завете? Было. Кого вы помните из новозаветних пророков? Пророка Гав. А еще кого вы помните из новозаветних пророков? Ну, Иисус Христос это Мессия. А вот пророки, Иоанн Креститель, Павел. Знаете, мне очень нравится. Мы сказали, да, важно, но мы вспомнили слегка Иоанн Креститель, хотя Христос, когда говорил об Иоанне Крестителе, и с кем он его сравнивал? С пророком Илией? Ага, в пророк. Давайте посмотрим, какое значение играли пророки в новозаветной церкви. И первый текст, который предложил бы вам посмотреть, послание к Ефесянам, 2 глава, 20 и 21 текст. Послание к Ефесянам, 20 глава, прошу прощения, 2 глава, 20 и 21 текст. Кто может, пожалуйста, прочтить, у кого Библия открыта, или уже на экране есть? Благодарю. Смотрите, Павел, обращаясь к Ефесянам, говорит, будучи утверждены утверждены на основании апостолов и пророков. Хотя, если мы вспомним наш урок в субботней школе, то как были утверждены сами апостолы, на каком основании, каких пророков? И ветхозаветних пророков, правда ведь? потому что Христос, потому что Христос говорит о всем написано, что належало, исполнено то, что написано в Писании. Хорошо, еще один текст мы можем посмотреть. Значит, давайте мы пока остановимся. Так, первое, апостолы и пророки содействовали основанию новой церкви. Второе, какую роль играли апостолы в церкви, в первой церкви. Деяния апостолов, 13 глава, и мы прочитаем первые два текста. Деяния апостолов, 13 глава, первые два текста. Да, и второй еще текст. Да, и второй еще текст. Да, смотрите, интересная последовательность. Были в тамошней церкви пророки и еще кто? И учителя. И когда вот пророки и учителя верят, что церковь молилась, то Дух Святой что делает? Отделяет на служение тех, кто им был избран на это служение. То есть, второе, где-то и пророки были инициаторами миссионерской деятельности. Той церкви. Давайте мы посмотрим еще, какую роль играли пророки в новозаветной церкви. Это мы прочитаем снова послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 14 текст. Может, вы помните, мы недавно читали эти тексты. Он поставил одних апостолов, и архивистов, и их маршру. Тучи. Угу. В совершении святых населосных населосных населедания тела Христова. То более все придем в единственное вероятнее поклонение и архивом от Христова, чтобы мы не были более обладательными и увлекающимися. у каждого и там побольше. Да, благодарю, спасибо. Вот смотрите, когда мы читаем о дарах или о тех, кого ставит Господь в церкви, там есть учителя, есть пастыри, а есть еще кто? Пророки. Пророки в новом завете. и для какой цели вот Бог поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, какая цель у Бога есть, что Бог наделяет такими разными дарами свою церковь? Да, чтобы совместно служа они содействовали единству, росту и защите церкви. И вы замечаете, что и пророки там тоже совершают определенное служение. То есть из пророки поддерживали церковь в ее единстве, в ее росте и защите от ложных учений. Еще интересная деятельность пророков. Давайте прочитаем Деяние апостолов 11 главы 27 по 30 текст. Деяние апостолов 12 главы 12 главы 12 главы 12 главы 12 главы 12 главы Благодарю. Еще одно интересное действие пророков в то время. Давайте прочитаем эту же книгу «Деяния апостолов» 15 главу и 32 текст. Иуда и Сила, будучи также пророками, в обильном слове, в составлении братьям и религиям. Благодарю. Смотрите, что делают Иуда и Сила, которые были кем? Пророками. И что они делают? Наставляют и преподают наставления в истине и утвердили их. А скажите, до этого какие были переживания, что нужно было брать и утверждать в чем-то? Кто помнит события, как описано в 15 главе? Там был трудный вопрос, который стоял. Нужно обрезание или не нужно? И был Иерусалимский собор, и было принято решение, но тем не менее пророки дальше убеждают и утверждают братьев в принятой истине. И содействуют единству церкви. Итак, скажите, вот еще раз, можете напомнить, какие вот задачи были пророков в новозаветной церкви? Мы про... Наставлять еще... Учить. Хорошо. А еще что делали пророки в новозаветной церкви? Вдохновлять. Хорошо. А еще что делали в новозаветной церкви? Ну, это все должны, не только пророки. Предупреждали. Говорили о грядущих событиях. Поддерживали церковь, когда церковь стояла у основания, и нужно было трудные вопросы решать. Господь через пророков давал подтверждение принятым решениям, верно или нет. То есть пророки были посылаемы Богом и в новозаветной церкви. Вы знаете, и до определенного времени в новозаветной церкви были пророки, пока грех не стал входить в церковь очень сильно. Тогда пророческий дар, к сожалению, был взят от церкви. И сегодня тоже есть пророки. И я думаю, что и вам приходилось встречать людей, которые говорили, что у нас тоже есть связь от Бога. Как узнать, где истинный, где неистинный пророк, где настоящий пророк, где ложный? Если в согласии со Словом Божиим. Хорошо. Еще какие критерии есть? Если Христа возвращают. Ну, были и то время такие, но не все были верные пророки, когда говорили о Христе. Там есть очень важная деталь. По плодам, по влиянию, которые оказывают эти пророки. Они могут говорить все правильно, но влияние будет разрушающим. Еще очень интересный момент. Сестра сказала о Христе. И Иоанн говорит, кто исповедует Христа, пришедшего как? По плоти. Хорошо. Скажите, какие есть еще критерии истинности пророка? Сбывается предсказанное. Хорошо. Знаете, еще очень важный критерий. Новая весть, которую приносит пророк, она не будет противоречить Священному Писанию. И вести, которая была открыта до него, не будет находиться в противоречии. И когда мы читаем о особом народе Божьем, который описан в книге Откровения 12 глава, 17 текст, там есть очень важная деталь. Давайте мы откроем книгу Откровения, читаем этот текст. 12 глава и 17 текст. Кто может послужить нам? Сестра уже немножко подустала. Пожалуйста. Очень интересный текст. Против кого рассверепел дракон? Против жены написано, так? А в брань вступает только с определенной группой людей с прочими от семени ее. Женой не воюет, а идет в брань вступить с теми, кто две важных истины здесь сопричлены. Какие? Сохраняющие заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа. И когда мы задаем вопрос, что представляет собой свидетельство Иисуса Христа, та же книга Откровения помогает нам определить. 19 глава и 10 текст. Иоанн говорит, я пал к ногам, к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Очень важный текст. Почему? Потому что, дорогие, и в последние дни, когда мы читаем книгу пророка Иоиля, он говорит, что этот дар снова будет дан церкви. Но Бог никогда не делает ничего просто ради того, чтобы дать. Правильно? И смотрите, мы немножко коснемся событий, которые произошли в XIX веке. В XIX веке происходит очень знаменательное событие. Дьявол понимает, времени ему остается мало. И он старается усилить свою деятельность так, чтобы постараться заглушить или сделать людей невосприимчивыми к Священному Писанию, к Слову Божьему. Вот смотрите, все мы прошли школьные годы, и нас в школе учили, что Земля появилась. Каким образом? По теме эволюции. В какое время появляется эта идея? Кто помнит? Ну, дату не прошу назвать, хотя бы приблизительно. Какое время появляется теория эволюции? Середина XIX века. Еще очень интересное движение, которое сегодня очень многих привлекает. И вы помните, чем знаменательна дата 31 октября? Особенно в вечернее время, каждый год. Такой веселый праздничек, такой развлекательный. И все наряжаются в такие приятные костюмы. И, дорогие, иногда, может быть, и некоторые христиане тоже, ну, что тут такое, там мы в это не верим, но мы все равно немножечко приоденемся, ну, как и все. Дорогие, это заигрывание с темными силами. И современный спиритизм какое время получает свое развитие? Середина XIX века. Еще одно интересное такое движение появляется в той же середине XIX века. Вы знаете, до середины XIX века ни у кого из верующих не появлялась даже мысли, чтобы подать сомнению или какому-то недоверию священное описание. Но в середине XIX века появляется такое новое движение, критицизм, которое пробует посмотреть на Библию с точки зрения критики. И вот, например, оправдали, что пророк Исаия написал книгу пророка Исаии. И там появляются разные теории, появляется такая теория, что книгу пророка Исаии писали четыре человека. А потом появляется другое учение, говорит, а нет, четыре это много, два писали, потому что разные идеи в этой главе, простите, в этой книге. И дьявол еще такое движение возрождает, чтобы поставить Библию под сомнение. Что делает Бог в середине XIX века? Тархангельская весть. Но вы знаете, еще очень интересные события произошли в это время. А еще одно важное движение появляется в христианстве в начале XIX века. Но очень большое такое движение, это уже ближе к середине XIX века, это вера в то, что Христос вот скоро вот-вот придет, и это будет когда? В 44-м году. И мы знаем, что об этом проповедовал Миллер. Но знаете ли вы, что эта весть проповедовалась не только Миллером, и не только на территории Северной Америки? Дело в том, что весть о близком втором пришествии Иисуса Христа, она звучала на территории 13 стран и на четырех континентах в середине XIX века. Это не только было движение Миллеритов. Но именно мы говорим о движении Миллерита, потому что оно связано с нашей историей. И еще одна причина, почему Бог дает в это время пороческий дар Церкви, потому что в назначенное время Христос не пришел. И вы знаете, вот это движение, которое ожидало, люди, которые были в этом движении, которые верили, что Христос придет, ожидали второго пришествия Христа, а знаете, как они себя называли? Адвентистами. И после этого адвентисты разделяются на несколько направлений. Но об этом мы когда-нибудь с вами еще поговорим. И вот одна группа адвентистов идет и думает, в чем проблема? Бог не ошибается. Бог сказал правду, что-то произошло, но мы что-то неправильно поняли. И начинает исследовать Священное Писание, и Бог начинает открывать, где причина, где проблема и где ошибка. И Бог понимает, что вот сейчас, когда вот есть вот такое разочарование, когда дьявол усиливает свое дело, чтобы как можно сильнее задавить влияние Священного Писания, дьявол хочет, чтобы люди ушли от Бога, забыли о Библии, Бог дает дар пророчества Своей Церкви. И вы знаете, сегодня я хотел бы вкратце немножечко рассказать и посмотреть на темы, которые поднимаются в том свете, который Бог дал через, ну я так скажу, через пророка последнего времени. И вы знаете, прежде чем дать служение порока нашей сестре, Бог предлагал это служение братьям. Но братья отказались, испугавшись этой ответственности. Как вы думаете, сколько было лет Елене Уайт, когда ей это служение было предложено, и она согласилась на это служение? Это была молодежь. А сколько было Джеймс Уайт, когда он согласился о подденном служении? Точно мы не знаем, но мы знаем, что он еще был к этому времени неженатым молодым человеком. Тоже была молодежь. И Бог через сестру Уайт дает очень важные вести для своей Церкви. Коротко хотел бы представить семь важных направлений, которые Бог направляет своей Церкви через служение сестру Уайт. Вести, которая открывает основные темы Библии. Кто-то говорит, так понятно, вам Бог все открыл. Нет, все было по-другому. Дорогие, сегодня сколько времени уходит у нас на изучение Библии? Мало, сколько мало? У кого три часа получается? В неделю, хорошо, в неделю, в день невозможно. Я невозможно отделить. Я даже скажу, вопрос не потому, что кто-то работает. Даже те, кто уже на заслуженном отдыхе, на пенсии, да, или кто-то может в отпуске, достаточно забот и очень мало времени получается для того, чтобы исследовать Библию. Хочу сказать, что пионеры адвентизма были такие же самые, как и мы. Им нужно было заработать для того, чтобы прокормить семью. Им нужно было заработать, чтобы как-то поддержать Церковь дарами, правда ведь? Более того, им нужно было заработать, чтобы пожертвовать на миссионерское служение, которое в то время было в виде печатных изданий. И тем не менее, они собирались и ночи напролёт исследовали Библию. И когда исследовали, и приходили к какой-то определённой истине, и только тогда, когда они уже пришли к истине, Бог через видение, сестры Уайт, говорил, да, это то, что я хотел вам открыть в своём слове. Поэтому вот те истины, те библейские истины или наши основания, на которых мы стоим, оно было принято в глубоком библейском исследовании. А через сестру Уайт Бог только давал подтверждение, что это правильная истина. Следующий момент. Вести, которые относятся к организации Церкви и её деятельности. Когда уже братья видят, что нужно иметь какую-то организацию и порядок, было очень много споров о том, какой это должна быть организация, как она будет действовать. И Бог через сестру Уайт показывает, какой должна быть организация. Следующее направление. Вести, защищающие учения Церкви от фанатизма и разных заблуждений. Потому что, дорогие, и фанатизм немножечко был вначале, и заблуждения стучались в дверь Церкви того времени. Но через служение сестру Уайт Бог даёт защиту своей Церкви. Четвёртое направление. Вести, которые определяют нравственные нормы христианского образа жизни. И дело в том, что когда мы читаем эти вести, мы видим, что ссылка куда нас направляет? К Священному Писанию. Это не новые вести. И не те, которые противоречат Священному Писанию. Следующее направление. Вести, затрагивающие вопросы христианского образования. Слава Богу, что мы имеем свободу. И смотрите, на территории нашей конференции есть наши адвентистские школы. Расскажу вам одну историю, которую слышал от уст, возможно, первого лица. Две семьи отдыхают на море. Вот уже скоро сентябрь. Дети общаются между собой. И вот дети перезнакомились там. Одна семья вводит своих детей в адвентистскую школу, а вторая в обычную школу. Общеобразовательную. И ребята между собой общаются. И один говорит, слушай, как хорошо скоро в школу. Я так говорю, я уже не дождусь, когда в школу пойду. Вторая смотрит, ты что, ненормальный? Я не хочу в школу. Говорит, а я хочу в школу. В нашей школе так интересно. А ты в какой школе учишься? В адвентистской. Приходит ребенок к родителям и говорит, я хочу в адвентистскую школу. А родители состоятельные. А родители отдали его в лучшую школу, которую можно найти в городе. Они говорят, слушай, но мы же тебя отдали в лучшую школу. Мы какие-то деньги платим, чтобы ты учился. Говорит, я хочу в христианскую школу. Ну хорошо, нашли христианскую школу туда. Отдали ребенка в христианскую школу. В христианской школе есть интересное время, когда учителя проводят с детьми занятия, и там есть христианская этика. И говорят, а вы помните, или вы читали вчера очень интересные рассказы? А вы помните, что было в нашей субботней школе, в детской субботней школе? И этот ребенок слушает и говорит, а что у вас там было? Говорит, так интересно, так интересный рассказ. Ребенок приходит и говорит, слушайте, там у них читают христианские рассказы, я хочу. Родители в недоумении. Слушай, ну все, что тебе надо. Уже ладно, мы тебя туда дверили. Еще какие-то рассказы. Да, рассказы хочу. И у них родители читают. Хочу, чтобы вы особенно читали эти рассказы. И родителям они вынуждены и брать, и те рассказы, и читать. А вот этот ребенок говорит, слушайте, а там еще их родители вместе с ними приходят на субботнюю школу. Я хотел бы, чтобы вы с вами пошли. Через год родители вместе с детьми находятся уже где? В церкви. То есть эта система образования имеет два направления. Первое. Христианское образование, оно, насколько это возможно, я не скажу, что оно на 100% сохранит влияние этого мира, но оно сохраняет влияние, защищает детей от влияния этого мира. Оно дает правильное представление о науках и связи между Богом и наукой. Это первое направление. Второе направление. Благодаря этому образованию, Бог снова новых людей присоединяет к церкви. И Бог эту весть давал через своего пророка. Еще очень интересное дальше направление. Вести по проблемам семьи и домашнего воспитания. Сегодня много психологов, много разных направлений, которые учат, как правильно воспитывать, как правильно строить отношения в семье. Правда много психологов? Скажите, а где самые влиятельные психологи по воспитанию и по отношениям в семье? В семье, я не думаю, что в семье самые влиятельные психологи. В церкви, может быть. Я вам скажу по секрету, на работе. И когда там приходят на работе и делятся между коллегами о проблемах в семье, то молодому человеку обычно дают совет. Ты ж смотри, не давай спуску жене. Сядет на шею и начинают учить. А жене тоже начинают советовать. И проблемы в семьях. Ну, я так грубый пример взял. Поэтому Бог, зная проблемы семьи, зная проблемы отношений, проблемы воспитания, дает свет своему народу. Как это делать? Как правильно это делать? И еще одна последняя вести – это относительно основных принципов здорового образа жизни. Давайте теперь немножечко сравним. Мы вначале говорили, что пророки в Новом Завете, они стояли у основания церкви. Похоже это с пророком тем, которого дал Бог своей церкви в последнее время? Похоже? Похоже. Пороки содействовали защите истинной от заблуждений и фанатизма. И вести последнего порока тоже похожи с этим? Тоже. И так дальше мы можем сравнивать, сравнивать и увидим, что цель, почему Бог дает вести порока, это не дать что-то такое суперновое, но вернуть нас к чему? К Священному Писанию. И теперь хотел бы вернуться к тому вопросу, который я издал вначале. Кому верить? И вот тот принцип, который сказал Иосифат, я верю, это самый правильный принцип для каждого христианина. Верьте Господу и будьте тверды. Верьте пророкам Его и будет вам успех. Почему сегодня я говорю? Потому что сегодня есть люди, которые говорят, нам это не нужно. Это было нужно в XIX веке, это было нужно там еще, может быть, для становления церкви, это уже прошлое, нам это не нужно. А кто-то говорит, так, а кто это такая? Похожие отношения, как к пророкам Ветхого Завета и, возможно, в некоторой части пророкам Нового Завета. Дорогие, Бог продолжает сегодня говорить к своей церкви через Библию и через труды Духа Родчества, которые даны были через служение Стре-Уайт. И принцип тот, будьте тверды, верьте Господу, верьте пророкам Его и будет вам успех. Хочу вместе с вами об этом помолиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова